привет прогрессивные друзья это истинный следователь сегодня давайте посмотрим на мошеннические газетки которые раздают во время выборов это партия роста но все партии барахло там мошенники они нафиг не нужны потому что это лишние посредники ни в каком варианте от них толку нету зачем нужен посредник чтобы тебе идти просить деньги так оставьте себе все деньги у тебя все деньги твои должны быть явно если ты кому-то пойдешь просить деньги этого он просто себе больше оставить или что-то там власти какой-то в общем издеваться на тобой будет давайте посмотрим вот это вранье депутатов я говорю хороших не бывает что такое хороший депутат это все равно кому идти что-то просить зачем идти что-то просить если в нормальном варианте ты можешь сам всегда сделать зачем тебе который типа знает как ну и вот эти популистские заявления ни о чем правительство придумало экономить на медицине так они есть депутаты есть часть правительства понимаете в этом и обман газетка не влезает большая газетка блин если вы поддерживаете оксана дмитрию голосуйте за наталью петухову к говно кандидат экономических наук экономика это лживая наука просто чтобы обманывать людей разработал около 90 законопроектов а конкретного как бы результата нет то есть они будут вам все говорить что вот какой-то там закон закона конкретно просто там цены увеличиваются выживете в старых камняных томах так что еще военным северянам льготные пенсии нет я считаю вот сейчас военные вообще не нужны вообще просто всю армию можно закрыть на эти к ним не мне нужны вот я живу здесь не они никогда в жизни не помогали и не помогут значит получается я так думаю жопу закрыть эту армию на насрать с кем она там будет во время революции закрытие и просто и все вступить в нато пускай надо защищает будет там платить два процента сейчас на армию тратить там у тридцати или сорока процентов от этого бюджета воровского россии просто до закрытия армия нахер и и какие какие пенсии в жопу все пенсии у них убрать у военных меня никогда военные не защищали ну и вот обещание который ничего не будет сделано просто пустой пердеж как обычно в эксологичной медицинской помощи элементарные нету даже на узи записываются люди о как круто написано отказаться от страховых компаний страховые компании как раз помогают они следят вот например вы сходили не за что с вас там взяли 500 рублей они могут обратно взять они она хоть хочет убрать партия рост хочет убрать чтобы сами были лошпедом но вы сами ты не сможете нормально понять что происходит суки ни о чем восстановить доступность медицинской помощи блин у них то у них то не ум и с у депутатов этих бандитов них дмс или просто они платят просидим дебюрократизацию они сами есть бюрократы со штатным расписанием ну это я не очень понял терапевтом что ли да ни хера они не делают было около 50 тысяч рублей зарплата сидят специально держал газету хотел ее выкинуть но хотел показать вам в чем именно говно ссать эти выборы вообще выборы не нужны понимаете льготы 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 это ложь понимаете потому что просто должно хватать на все хватает как будто это там ну связь это как бы как со скидками делают в магазине например там связь говорят минута 2 рубля а мы тебе вот за рубль 50 если ты будешь тратить там 500 или 1000 рублей на самом деле например сотовая связь вполне может стоить копейку две копейки а не столько и стоили минута разговора например но им нужно что-то распределять свое ненужное существование обосновывать депутатам противно все это смотреть но все таки есть какой-то народ который не врубается программа дмитриева снижение ключевой ставки центробанка ну да это правильно я считаю до нуля просто надо снизить до нуля а это скотина там до 8 там тип процентов напрямую предприятием но на предприятии директор сидит бандит и он опять возьмет и в банк положит снижение налогов снижение налогов да бесполезно думаю потому что дофига стоят сами вода вода электричество ну составе например фабрика работает например куриное мясо производят 90 процентов это взятки до заводу за электричество налог можно хоть в ноль убрать все равно херово будет индексация зарплат и пенсии выше уровня инфляции нет это тоже ложь потому что пенсии нищенские там например десять тысяч но это сто пятьдесят долларов должна быть пенсия минимальная хотя бы как в польше шестьсот долларов а это сволочь хочет просто на шесть процентов поднимать официальная инфляция будет пять на шесть будет поднимать вам и типа говорить я сама жировать скотина сука будет ебучая ну ненужные в общем депутаты они плодятся как тараканы как зараза как опухоль можно дальше читать результатов никаких от них нет и не будет все они врут и держат специально в рабство вас напали на дмитриеву все они одинаковые все куски говна фига сегодня работа работает прием три часа в неделю и какие-то зарплаты там по пятьсот тысяч рублей ну в общем то все говняная сущая партия все они предатели родины и отечества по этой статье я предлагаю смертную казнь вести всем депутатам и все будет хорошо ребята только смерть и океана и крови сможет эту грязь пока ребята пока ребята пока 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 пока